В названии нашего фильма указано стандартное значение номинального отключающего дифференциального тока – 0,3 А. Такая характеристика устройства дифференциального тока появляется при конструировании электрощитов офисов и небольших производств. Поэтому выбор соответствующего резистора цепи управления представляет практический интерес. Напомню, что ранее мы решали аналогичную задачу для этажных и квартирных счетов жилых зданий. В них, как правило, значение номинального отключающего дифференциального тока устройств составляли 30 или 100 мА. Теперь пойдем выше к следующему стандартному значению. Остальные условия работы цепи управления не меняются и возникают при реализации простейшего способа управления. Он заключается в присоединении резистора к диагонали устройства дифференциального тока. Такое действие может быть выполнено с помощью реле по сигналу любого датчика пожарной или противоаварийной автоматики. Точно так же выполняется отключение и вручную, например, для проверки защиты. Понятно, что все компоненты цепи управления должны быть безопасными, и как всегда, безопасность обеспечивается пассивными средствами и определенными активными действиями. При этом ориентиры для выбора характеристик деталей и операций могут быть взяты из стандартов для устройств дифференциального тока. В частности, здесь понадобятся таблицы для предельных значений времени отключения. Удобно то, что эти таблицы практически совпадают для выключателей с встроенной защитой от тока перегрузки и без встроенной защиты от сверхтока. Ограничение времени замыкания цепи управления снижает возможный тепловой эффект, и поэтому импульсный режим подачи сигнала управления лучше всего подходит для обеспечения безопасности. По таблицам находим, что максимальное значение времени отключения любых моделей, включая устройство типа S, составляет 0,5 секунды. В связи с этим можно рекомендовать замыкание цепи управления импульсом длительностью в одну секунду, что обеспечит минимум двукратный запас периода инициирования. Если устройство дифференциального тока используется в качестве прибора управления в составе пожарной сигнализации, форсировать время срабатывания не требуется. Как правило, инерционность пожарного сторожа возникает из-за медленной реакции извещателей. По этой причине ток цепи управления также будем выбирать не более удвоенного значения от номинального. Небольшая нагрузка продлит срок службы контактов реле и также ограничит тепловой эффект. Вернемся к схеме. Оставим только трехфазную, поскольку отличий для однофазной не будет. Покажем то, что реле замыкает контакты цепи управления на одну секунду. Запишем соотношение токов и найденный в стандартах диапазон времени отключения. Подставим исходные данные и расчетные значения тока цепи управления, от 0,3 до 0,6 А. Далее для пояснения выбора резистора удобно заполнить свою таблицу. В первую строку внесем значение времени для большего тока. При напряжении, 230 вольт, такой ток соответствует сопротивлению 383 Ом. Заменим это число на, 390, ближайшее значение, рекомендуемое стандартом. Под него корректируем ток, соотношение токов и оценку времени. Тут можно сказать, что перечисленные показатели практически не изменятся. В наших сборках для целей управления мы обычно используем устройство дифференциального тока, функционально не зависящее от напряжения сети. Однако в схеме управления появляется резистор, ток через который зависит от напряжения. Поэтому мы определим то минимальное напряжение, при котором будет гарантировано отключение. Току 0,3 Ампера при сопротивлении, 390 Ом, соответствует напряжение, 117 Вольт, и это хороший запас. Он позволяет направить выбор в сторону увеличения сопротивления. Если запас оказывается недостаточным, то сопротивление следует уменьшать. Для справки уместно сказать, что у нас на вооружении есть схема управления, полностью не зависящая от напряжения сети, но сейчас мы ее не рассматриваем. Итак, как наметили, идем в сторону увеличения. Следующее стандартное значение, которое мы оценим равно, 470 Ом. Ток и соотношение токов при таком сопротивлении уменьшатся, а напряжение увеличится и составит, 141 Вольт. Этого вполне достаточно для надежной защиты электроустановки. Указанную итерацию выполним еще дважды. С учетом следующего рекомендуемого значения, 560 Ом, получим напряжение, 168 Вольт. Затем при сопротивлении, 680 Ом, более, 200 Вольт, что видимо слишком много. Кроме того, в этой строке к единице приблизится соотношение токов и увеличится до максимума время отключения. Сравнение результатов позволяет рекомендовать показатели второй строки, которые выделены красным цветом, как наилучшие с точки зрения надежности управления. Следующим шагом можем перейти к выбору конкретной модели резистора с номиналом 470 Ом. Среди распространенных серий и доступных по стоимости рассматриваем 2-х ваттные металлооксидные, также две модификации проволочно-цементных, на 5 и 10 Вт. Посмотрим, как они противостоят длительному воздействию тока при напряжении сети. Такое испытание на пожарную безопасность предусмотрено стандартом. Изделия считают выдержившими испытание, если в процессе испытания отсутствовало пламя или не произошло срабатывание индикатора теплового излучения. Первый опыт выполним с металлооксидным резистором без индикатора. Подаем питание. Тестеры показывают ток и напряжение. Менее 4 секунд тепловой эффект оказывается существенным. Резистор сгорает. Можно сказать, что результат негативный, но для примера мы повторим опыт с индикаторами. Их роль выполнят бумажные флажки на корпусе и выводах. Вновь подаем питание и одновременно запускаем таймер. Отмечаем, что пожарная опасность сохраняется более 10 секунд. Центральный флажок сгорел, но индикаторы на выводах остались. Хорошо еще то, что корпус не дает горячих осколков, как было с другими резисторами. Запись разрыва мы показывали раньше. Получается, что металлооксидный резистор мощностью 2 Вт с номиналом 470 Ом можно применять в цепи управления только при условии локализации в оболочке из негорючих материалов. Следующим для испытаний возьмем 5-ваттный проволочно-цементный резистор. Его корпус нагрева не боится, поэтому опыт сразу готовим с флажками, чтобы оценить, представляет резистор опасность для окружающих горючих материалов или нет. После включения питания резистор выстоял более 7 секунд. Этого с большим запасом хватит для прохождения сигнала управления. Если длительность сигнала ограничить так, как намечено, резистор никогда не сгорит. Кроме того, важно заметить отсутствие повреждения индикатора даже на корпусе. Получается, что применение этой модели не требует дополнительной локализации, достаточно исключить непосредственное касание корпуса и выводов с горючими материалами. Еще один эксперимент организуем с 10-ваттным резистором. Его корпус вдвое больше предыдущего, это улучшает охлаждение. Только период нагрева тоже будет больше и, каким окажется тепловой эффект, лучше оценить по итогу испытаний. Судя по началу противодействие нагрева и охлаждения затянется надолго. Мы успеем посчитать произведение тока на напряжение. Окажется, что оно в 10 раз превышает мощность резистора, но данная модель стойкая, продолжает работать и самоликвидироваться не спешит. Нагрев не прекращается. А нам необходимо, чтобы проволока в резисторе успевала сгореть до чрезмерного повышения температуры корпуса, так как в предыдущем эксперименте. В схеме управления резистор имеет вторую роль, по сути решает задачу предохранителя. Здесь такая тепловая защита не складывается. Флажок на корпусе тлеет, и этот индикатор получает полное повреждение. Правда, проводники выводов остаются относительно безопасными, тем не менее, в целом результат нас не устроит. Процесс наблюдаем до завершения. Проволока резистора перегорает и ток падает только через минуту после включения питания. Итак, испытания показывают, что наиболее подходящей для цепи управления является предыдущая, то есть 5-ваттная проволочно-цементная модель. С таким резистором аварийный режим цепи управления не создаст никакой опасности для окружающих деталей электрощита. Тем более, этого не случится, если до аварийного режима будет ограничена длительность сигнала управления, и успеет сработать устройство дифференциального тока. Субтитры создавал DimaTorzok